Ветхий человек Не так просто совлекать в себя ветхого человека, который не был разрушен в качестве идеала на протяжении двух тысяч лет христианской истории. Этот ветхий человек как идеал присутствует не только на уровне наших страстей, но он же присутствует как идеал и в художественной литературе, и особенно в современном кинематографе. Он вновь и вновь предлагается нам, этот идеал ветхого человека, как жизненный идеал. Поэтому для нас, современных людей, призыв апостола Павла «совлечь себя в ветхого человека» означает не только нашу внутреннюю работу над самими собой, но в первую очередь это и есть призыв к духовной бдительности, к тому, чтобы мы ветхого человека в качестве идеала не впускали в свое сознание и в свое сердце, чтобы мы ясно понимали, что эта проповедь и пропаганда ветхого человека есть дело давно прошедшее. Оно там, где-то в античной древности, и то, что нам, современным людям, это сегодня предлагается, то и это есть не что иное, как дьявольское искушение. Снова хотят нас вовлечь вот в это идолопоклонство, и ведь вовлекают при помощи очень многих соблазнов, ложных идей, ложных доктрин, но чаще всего на бытовом уровне, когда, устремляясь исключительно к устроению своего внешнего благополучия, мы забываем о самом главном, о своей внутренней жизни, о состоянии своей души. А ведь вот по апостолу ведь это самое и есть важное – совлечься в ветхого человека. Церковь Божия несет через столетия и тысячелетия эту великую весть о новом человеке, созданном по Богу, по Божьему закону, который был явлен нам в образе Христа Спасителя и которому мы должны подражать, которого мы должны пествовать, которого мы должны воспитывать в самих себе. Эта проповедь никогда не должна выйти за границы нашего внимания. Наученный вот этим замечательным посланием колоссиным святаго апостола Павла давайте постараемся не забывать об этих словах. Очень часто ведь бывает так, что слушает человек Евангелие, апостольские послания в храме, потом проповедь священника, а потом выходит на улицу и через какие-то 10-15 минут, а иногда и раньше, обо всем забывает. Как будто ничего и не было. Ни божественные литургии, ни причастия святых христовых тайн, ни проповеди, ни вразумления. Все проходит. Почему? А потому что ветхий человек взял верх и победил нового по Богу созданного. Поэтому самый главный призыв, который мы сегодня слышим через послание к колоссиным апостола Павла, это дать возможность новому человеку, который в нас присутствует через таинство крещения, через причащение святых христовых тайн, через нашу искреннюю веру победить в нас ветхого человека с его страстями, с его конфликтами, с его скорбью, с его страданиями, проистекающими в первую очередь от нашего человеческого греха. И да поможет нам Господь вразумленными быть великими словами апостола и совлечь в себя ветхого человека и облечься в нового по Богу созданного. Для того, чтобы, уподобляясь, самому Богу в меру своих ограниченных человеческих сил обретать надежду на жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok